Таджикистан Вооруженный конфликт в Таджикистане, во время которого погибли десятки тысяч человек, а сотни тысяч были вынуждены покинуть дом, начался вскоре после провозглашения Таджикистаном независимости в 1992 году и продолжался пять лет. Распад СССР и резкое обнищание подтолкнуло самые бедные слои населения Таджикистана на открытые выступления против официальной власти коммунистов. Само население республики раскололось по этнически-региональному признаку. Страна разделилась на кланы. Вы считаете, что будет широкомасштабная война? Война будет обязательно. Если он входит в состав СНГ, Таджикистан входит в состав СНГ, значит мы просто обязаны им помочь. Иначе здесь будет очень большая кровь. В начале 1990-х годов территория Южного и Центрального Таджикистана стала полигоном для кровавой борьбы двух основных кланов. Представителей Северного, Ленинабадско-Кулябского, которые были у власти еще с советских времен, и Каратегина Исламского, жителей южных областей Горного Бадахшана и Гарма. Жесткая политическая борьба двух лагерей обострила давнюю проблему регионализма, и ВД-раздел прошел по границам областей и районов. Политические страсти неожиданно переросли в этнические столкновения. Особенно остро это проявилось во время первых демократических выборов президента в 1991 году, которые сопровождались обвинениями в подтасовке голосов. На них победил кандидат от коммунистов из Ленинабадского района Рахмон Набиев. Бывший первый секретарь местного ЦК партии в кресле президента уже независимой республики оказался неспособным решить назревшие проблемы раздела власти в стране. В то время в парламенте не прекращалось противостояние коммунистов с исламско-демократической оппозицией, объединившей представителей ряда партий. Глава Верховного Совета, который считался человеком президента, публично оскорбляет оппозиционного министра МВД. Это провоцирует начало бессрочных митингов у здания правительства Душанбе. Люди добиваются отставки председателя парламента. В ответ президент организовывает акцию своих сторонников у здания парламента. Рахмон Набиев вооружает митингующих и объявляет о формировании из их числа особого батальона Национальной гвардии. После того, как оружие попало в руки народа, к югу от Душанбе произошло первое столкновение между силовиками и сторонниками президента и оппозиции, ряды которой были подготовлены и вооружены афганскими маджахедами. В попытке удержать ситуацию под контролем президент идет на уступки. В стране сформировали правительство национального примирения. Но это уже не остановит войну. На юге республики вспыхнули вооруженные столкновения. Сторонники президента Рахмона Набиева нападали на места компактного проживания сторонников оппозиции в Курган-Тюбинской области. В Ашском районе происходит первое крупное столкновение провластных и оппозиционных сил. В нем участвуют около 400 человек. Убиты 35, ранены 56 человек. Обе стороны отличались жестокостью. Происходили убийства, исчезновения людей и взятия заложников, поджоги и грабежи домов. Президент Рахмон Набиев скрывается и пытается тайно отбыть в родной город Худжан. Однако в аэропорту сторонники оппозиции заставляют его подписать заявление об отставке. Президента отпускают после прибытия в аэропорт танков 201-й российской дивизии, дислоцированной в Таджикистане еще с советских времен и выступавшей на стороне правительства. Власть полностью переходит в руки исламско-демократической оппозиции. Президиум Верховного Совета Республики уходит в отставку. В Худжанде на 16-й сессии Верховного Совета новым председателем парламента становится депутат из числа пропрезидентских сил Кулябец Эмма Мали Рахмонов. Решением парламента должность президента упраздняется. Фактическим главой республики становится председатель Верховного Совета. С этого момента во внутриполитическую ситуацию напрямую вмешиваются Узбекистан и Россия. Рахмонов, опять-таки, по таким моим субъективным данным, был избран благодаря узбекам. Вооруженные силы оппозиции, контролировавшие столицу, объявили, что не признают нового главу республики Эмма Мали Рахмонова. 10 декабря 1992 года. В Душанбе со стороны Узбекистана выдвигается крупная вооруженная группа Народного фронта, сторонников Эмма Мали Рахмонова, и в течение 10 дней берет столицу Таджикистана под контроль. Российские генералы, в свою очередь, вывели на улицы Душанбе бронетехнику и взяли под охрану все важные объекты столицы. 201-я мотострелковая дивизия стала главным игроком на политическом поле Таджикистана. Вооруженные столкновения охватывают почти все регионы республики. Страна полностью погружается в гражданскую войну. Я потерял двух братьев. Одного якобы мобилизовали и вывезли в Душанбе. В тот день, в октябре 1992 года, старший брат поехал его искать и не вернулся. Через 59 дней привезли старшего. Его застрелили и сожгли прямо в машине. Младшего, как я слышал, вывезли на окраину Душанбе и расстреляли с тремя сотнями других призванных. Наш член Иброгим сидел с друзьями на улице, и их всех вывезли в горы. У нас в семье забрали старшего, то есть Иброгима, а у соседей забрали по 3-4 и даже 5 сыновей. Отцов их тоже забирали. Всех вывезли и убили. В основном тем, кого вывозили из нашего поселка, было по 14-15 лет. Были ребята и постарше. Людей, которые убивали и бросили в речках, в различных болотах и так далее, их тоже никто не может искать и найти. Война продолжалась 5 лет при непосредственном или завуалированном вмешательстве в нее России, Узбекистана, Ирана, Саудовской Аравии и других иностранных государств. До сих пор неизвестно, сколько людей погибло. В 1992 году, в первые самые активные 6 месяцев гражданской войны, по данным мемориала, погибли 20 тысяч человек. За весь же период войны называют самые разные цифры от 60 до 150 тысяч погибших. Более миллиона людей лишились кровы и стали беженцами или внутренними переселенцами в самом Таджикистане. 6 ноября 1994 года в республике прошли президентские выборы, которые, по мнению Human Rights Watch, прошли с вопиющими нарушениями, на которых победил Рахмонов. А также состоялся референдум, на котором приняли новую конституцию Таджикистана. Она упрочила власть Рахмонова. Конституция республики Таджикистан. И при том, конституция из бывших республик, принятая в таком сложнейшем обстановке, референдумом. Это самые демократичные выборы. В итоге, к 1994 году победу одержали кулябцы. Они не только изгнали исламистов с политической арены, но и вынудили их уйти в соседний Афганистан. Оппозиции, которая представляла отдельные районы Таджикистана, пришлось бежать вместе с гражданским населением Афганистан. Лидеры оппозиции эмигрировали в Иран и даже Россию. Всем им пришлось проявлять лояльность к радикально-исламистским настроениям Ирана и Афганистана. С тех пор, с небольшим перерывом в 1997-1999 годах, кулябцы безраздельно правят в стране. Силовые структуры и сам президент Имамали Рахмонов составляют ядро кулябской диаспоры. Пятилетняя война не принесла успеха ни одной из сторон. Несмотря на преимущества в живой силе и технике, сторонники президента Рахмонова не сумели одержать однозначную победу над исламистами. Потери понесли все стороны, не исключая и российских пограничников, и солдат 201-й дивизии. Прогресс в переговорах, достигнутых в то время, привел к подписанию 27 июня 1997 года общего соглашения об установлении мира и национального согласия в Таджикистане. Оно, помимо прочего, предполагает отключение ОТО в правящие структуры, принятие закона об амнистии, безопасное и достойное возвращение всех беженцев и вынужденных переселенцев, подготовку к парламентским выборам, легализацию запрещенных политических партий и законодательную защиту свободы средств массовой информации. Возвращение в республику лидеров исламско-демократической оппозиции вместе с афганскими маджахедами вызвало резкий протест у большинства военных в Таджикистане. Это также раздел сфер влияния, стало одной из причин последних столкновений в стране в 1997 году между силовиками и сторонниками президента Рахмонова и представителями южных кланов. Переходный период продолжался до 2000 года. Гражданская война отбросила экономику Таджикистана на десятки лет назад. Сотни тысяч беженцев, вернувшись домой из Афганистана и других стран, не обнаружили ни домов, ни имущества. Афганский конфликт 1997 года вынудил бежать из страны не только таджикских переселенцев, но и местных жителей, которым обнищавшая республика была не рада. У нас же тоже были беженцы, у нас тоже везде там ходят. Пускай наш народ помогает друг другу. Беженцы из Афганистана, да? Потому что афганцы, мне не нравится афганцы. Но если это война будет, это нам не нужно, потому что если здесь, у нас же тоже будут проблемы. Это граница. Под защитой российской армии был, российская армия. И мы без Америки, вот наш, как говорят, как старший брат, и нас от всех бит защищает российская армия. В 2003 году Имамали Рахмонов вновь был переизбран президентом. В Конституцию республики введены поправки, снявшие ограничения количества президентских сроков, позволяющие ему оставаться у власти практически безгранично. По некоторым отношениям другими государствами, я с самого начала, более 3 года еще я заявлял об этом, и я принимаю серьезные меры. Отношения против маршнизма. Не надо создавать. Мы должны создавать такое цивилизованное общество, что это должно быть открыто. И народ всегда должен избирать. Избирать своего президента. И президента будет легче работать. И народ, когда избирает, ему тоже будет право спрашивать, требовать от своего избранного причиняя. В 2005 году в Таджикистане ввели запрет на ношение хиджаба в школах. Так начинается политика ограничений исламских свобод в стране. Я считаю, что это ущемление их прав, потому что они должны, в чем хотят, в чем могут ходить. Но в то же время, раз государство запретило, значит, оно считает, что так нужно. В 2007 году Рахмонов меняет фамилию на Рахмон и объявляет курс на возрождение национальных традиций тысячелетнего мира таджиков. В 2015 году оппозиционная партия исламского возрождения была окончательно запрещена, а ее лидеры и активисты были вынуждены бежать из страны. С тех пор вся власть в стране полностью принадлежит Рахмону. Лидер нации Мали Рахмон единолично управляет беднейшей страной среди постсоветских республик вот уже 30 лет. Около третьего ВВП Таджикистана составляют переводы таджийских мигрантов из-за рубежа. Экономика страны и правительство Рахмона напрямую зависят от России и Китая. Международные правозащитные организации обвиняют президента в авторитарном правлении и неприкрытом непотизме. Это коррупция. Несмотря на создание нескольких ведомств, призванных бороться с ней, проблема только усугубляется. Это непотизм и местничество. Это низкий уровень свободы слова. В рейтинге свободы слова репортеров без границ, например, Таджикистан, занимает 162 место из 180. Беда в Таджикистане и с правами человека. И речь не только сейчас о пытках задержанных. Есть и ряд других экономических, например, проблем. К слову, многие из них можно было бы решить, если была бы политическая воля, бороться хотя бы с двумя из них. С коррупцией и с непотизмом. Власть Рахмона все эти годы опирается на присутствие на территории республики 201-й военной базы Минобороны РФ. Численностью около 10 тысяч человек. Она призвана защищать страну от внешних врагов, что особенно актуально на фоне возвращения талибов к власти в соседнем Афганистане.